Здравствуйте, коллеги! С вами Игуда Куршин. Факт, что Творец наш всемилостивый на каждую болячку дал свое лекарство. И только в силу нашей недальнозоркости, может быть лени, может быть привычки, использовать стандартный набор полихрестов для решения тех или иных проблем мешает нам чуть-чуть расширить кругозор. Я хочу поделиться информацией, которая накопилась за годы практики по использованию малых средств, которые не менее результативны, а зачастую более результативны, чем привычные нам полихресты. Возьмем, к примеру, распространенные ОРЗ и ОРВИ, сезонную лихорадку, аллергии, те или иные кожные проявления. Препарат, который я хотел вам осветить, немножечко рассказать о нем, это Гольфимия Глаука. Гольфимия Глаука – малое средство. Есть относительно небольшое количество информации в современной материи медика, так как прувинг не проводился, и все, что мы имеем, мы имеем сведения по клиническому использованию данного гометического препарата немецкими гомеопатами в 60-70-х годах. Тем не менее, я открою программу Reference Work, Mac Repertory, посмотрю, что есть и общедоступно. Окей, вот он препарат. У нас есть информация о новой ремиде от Юлиана, Мерфи, Реквег. Я думаю, что информация будет у Юлиана. Давайте откроем, посмотрим. Introduction. Менее интересно. Natural History. Мексиканское растение. Давайте посмотрим, что написано у Юлиана. Гиперсекреция слизиста оболочки носа и глаз. Ну, сезон аллергии. Отек век, чихание, высыпание. Популезные, физикулярные высыпания. Стреляющие боли в животе. Повышенная чувствительность к изменению погоды. Сенная лихорадка. Аллергические вазомоторные заболевания носа. Бронхиальная астма. Кожные аллергии. Крапивница. Герпетический дерматит. Аллергическая экзема. Микотическая экзема. Повторяющийся герпес губ или половых органов. Нейродермит. И так далее. Ну, смотрите. Набор такой стандартный. Есть масса препаратов, которые отвечают тем же самым симптомам. Нам привычно использовать арсеникум альбу. Алюмцепа. Псаринум. Криазотум. И так далее. Давайте посмотрим, что Мерфи пишет. А затем я вам немножечко расскажу, каким образом можно выделять гальфимия глаука. Из ряда других генетических препаратов. Итак, Мерфи пишет. Аллергия, дерматит, экзема, отек, гастрит, сенная лихорадка, герпес, гиперчувствительность, микоз, нейродермит, чихание, крапивница, аллергические взомоторные заболевания носа, сенная лихорадка, бронхиальная астма, аллергия с полинозом, повторяющийся герпес губ и половых органов, гиперсекреция слизистой оболочки носа и глаз, отек век и так далее. То есть, в принципе, то же самое, что пишет Юля. По сути, больше информации нету. Реквик вообще ничего не пишет. Что хотел рассказать вам я? По опыту использую. Первым делом, это препарат для пожилых людей. Людей, у которых снижен иммунитет и нет сил бороться с заболеваниями. Основное, на что я могу указать, и я думаю, что это один из ключевых признаков, ухудшение наступает при изменении погоды. Мы видим внутреннее беспокойство с возбуждением внутри, сердцебиением. Часто человек расстроен, раздражителен, настолько беспокоен, что не может посидеть, выпить чашку чая. Очень нетерпелив со своими детьми, со своими близкими. Он считает, что все должно двигаться быстрее. Время идет очень медленно. Чувствует, что нужно сделать много разных дел, но времени этого не хватает. Он не отвечает людям взаимностью на их, скажем, дружелюбие. Хотя, с другой стороны, не показывает злость в обществе, на улице. Он держит злость внутри. Что, в принципе, тоже связано с неким подавлением гнева, которое вырывается на своих близких, домочадцев и так далее. Что еще важно? Достаточно хорошо известен симптом, который можно назвать как отупение при гриппе. Человек находится под тринквилизатором, как будто погружен под воду, как будто находится не на своем месте, как будто вот я сейчас выкурил косяк, мышление замедляется, теряется ориентация, ты не понимаешь, что делать, как делать. И, главное, ничего не хочешь делать. Например, я очень-очень устал, несмотря на то, что хорошо отдохнул. Хотя, находится там в одном месте, и мысли в другом месте. И скачут, знаете, мои мысли, мои скакуны. Легко отвлекаются от важных вопросов, не может работать, не может концентрироваться, чувство неспособности справиться с поставленными задачами. Кстати, ощущение неспособности справиться с поставленными задачами достаточно интересное ощущение, которое часто возникает, когда мы начинаем болеть, заболевать. Здесь тоже есть небольшая группа препаратов, которые я использую для того, чтобы подвинуть, немножко убрать прокрастинацию и подтолкнуть процессы. Ну, давайте вернемся к галфимии глаука. Он воспринимает все на более чувствительном, чем есть на самом деле. То есть, у него есть слонность такая добавлять градиенты, усугублять, к усугублению проблемы. Если, предположим, температура 37,7, возникает масса страхов, необходимо убежать к врачу, решать срочную проблему, может быть, и воспаление легких, может быть, я скоро умру и так далее. Несмотря на ту странную гиперчувствительность, сны, на удивление, малоэмоциональны. Иногда снится путешествие, путешествует в поезде, переезжает из квартиры в квартиру, часто снятся соседи. Но также снится война, снится, что его атакуют, что его преследуют, отслеживают и так далее. Снятся мыши в квартире, кошки, летучие мыши. Возникает головная боль, сжимающая боль над переносицей. Сразу можно вспомнить о калибре хромикомпульсатила. Ощущение сжатия в висках, виски, как в тисках, можно так сказать. Головная боль с давлением наружу, изнутри наружу, пульсирующая голодная боль. Она может быть во лбу, может быть в затылке. Все это ухудшается или усиливается в движении и улучшается при отдыхе. Мягкий массаж может способствовать ослаблению симптоматики тепла. Ну и, соответственно, на холоде, в холодном воздухе все симптомы усугубляются. Мы также зачастую используем белодонну тогда, когда можно попробовать использовать гольфимую глауку, если она соответствует вышеперечисленным симптонам. Так как есть приливы жара на несколько минут, есть слезы в глаза с горением и сжжением с правой стороны, что типично для белодонной. Возникает зуд, чихание, люди начинают тереть глаза. Чем больше труд, тем сильнее симптомы. Глаза пухают, веки тяжелые, видимость как сквозь завесу, затуманенное такое зрение. Я напоминаю, речь идет о сухости и зуде слизистых оболочек. То есть, картина достаточно типичная для белодонной. И, к сожалению, часто мы используем именно белодонну, которая помогает временно на короткие периоды. Надеюсь, эти небольшие уточнения по ментальной картине препарата помогут вам дифференцировать его и использовать в необходимых ситуациях при соответствии симптомов. Всего доброго и всяческих успехов в вашей гомеопатической практике!